Приливы есть во всех делах людских, и те, кто их используют умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 20 марта. День Василий Капельник. Назван в честь святого священномученика Василия. Святой Василий обличал в Херсоне заблуждение людей неверных. Это привело их в гневное состояние. Эти нечестивые люди били его без милости и изгнали из города. Через некоторое время умер сын у херсонского начальника. Родителям приснился сон, в котором сын просил их помолиться истинному Богу. Родители попросили об этом святителя Василия, который воскресил умершего. В народе поговаривали, с крыш каплет, а за нос цапает, что означало приход весны. Существовало поверье, что если сегодня ночью треснет окно или с крыши пласть снега упадет, то это грехи тяжкие на землю падают. Сегодня молились иконе Божьей Матери с поручницей грешных. В давние времена она помогала избавиться от холеры. Согласно народному поверью, сегодня можно было присушить понравившуюся девушку. Для этого рано утром, пока все еще спят, надо тайком взять какую-нибудь из ее вещей. Выйти на улицу, встать лицом к разгорающейся заре и произнести, «Как я раб Божий имя, любил рабу Божий имя, так чтобы раба Божия имя не могла бы без него ни жить, ни пить, ни есть, и любила, и почитала его лучше отца и матери, белого месяца и красного ясного солнышка, веки по веку, отныне до веку. Аминь». После этого вещь незаметно возвращали девушку. И заговор начинал действовать. Приметы. С крыши закапала в капель, год будет очень плодородным. Если вода тает, но лед при этом стоит, к неурожайному году. Похолодало к вечеру, к заморозкам. Синий горизонт, совсем скоро наступит потепление. Длинные сосульки с крыши свисают к богатому урожаю льна. Если только прилетели журавли к поздней весне, сон, приснившийся сегодня, сбудется аж через три года. Записывайте его. Четырнадцатые лунные сутки. Иноритика лунных суток постоянно возрастает, и это начинает неблагоприятно сказываться на работе организма. В этот день рекомендуется ограничить поступление жидкости в организм. Особенно касается чая, кофе, сладких напитков. Лучше пить талую воду, которая промывает организм и обладает мочеводным эффектом. Полезно выполнять любую физическую работу, получать новые знания. При этом не надо перегружать зрение. Не рекомендуется подчиняться меланхолии, тоске и различным страхам. Очень хорошо занимается ароматерапией. Она укрепляет тонкие тела и поднимает настроение. А также приучает к восприятию тонких ощущений. Пятнадцатые лунные сутки. Чем больше прирывное действие Луны на мировой океан, тем сильнее воздействие и на организм человека. Воздействие оказывается многопланово на тело, энергетику, эмоции. Так в эмоциональном плане, помимо желания человека, активизируются разного рода плотские наслаждения. И человек бессознательно тянет во что бы то ни стало удовлетворить их. В это время важно сохранять самоконтроль и самодисциплину. Иметь понятие, что это влияние приливного действия Луны, а не собственная потребность. В питании шире используйте плотную горячую пищу с вяжущим вкусом. Из бобов, гороха. А жидкую, холодную пищу лучше избегайте. Ввиду повышенной циркуляции жидкости в организме, откажитесь от любых хирургических вмешательств.